Корзина. Тот объект, который я хотел бы, чтобы в интернет-магазинах отсутствовал. То есть, я считаю, что человечество еще не придумало тот самый гениальный способ отработки вот этого накопителя, накопительного модуля, в который можно откладывать покупки. Пока даже само название корзины, я считаю, недовлетворительным. Мы, конечно же, искажаем восприятие наших пользователей, заставляем их думать о корзине, то, чем она не является, но ты как-то странные выражения не делаешь. Нет, в общем, революционная идея не всегда воспринимается не сразу. Ну хорошо, давай я постараюсь подтвердить свою мысль. Вот вы видите, на этой страничке собраны изображения корзин или ярлычков корзин. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, больше десяти. Скажите, пожалуйста, можете просто ткнуть пальцем в монитор, только не очень сильно, чтобы он не пострадал. Ответьте мне на вопрос, в каких корзинах есть товары? Настя, твой ответ. В каких корзинах есть товары? Вот, оранжевый можно. Да, ты хочешь рисовать, да? Ну давай, рисуй. Давай, галочки ставь. Настя, Настя, но ты можешь на самом деле не утверждаться. Шутка юмора в том, что товар есть во всех корзинах. Это был вопрос с уловкой. Поверите ли вы или не поверите, не знаю, но товар есть во всех корзинах. Но не все из них четко выражают это. Ну, например, ваша корзина, вот магазин какой-то Мегак или Мега-Си, она даже выглядит пустой. Но там есть кое-что. Это, кстати, магазин какой-то модной одежды, по-моему, как я помню. Да, я встречала, заготовилась. Ну вот. Здесь есть такие удивительные образы. Четверка лежит в корзине, нолик стоит рядом. Есть ли версии, что означает нолик, стоящий рядом? Ну, я думаю, что в реальном интерфейсе это увидеть вообще невозможно. Но, скорее всего, четыре, это значит, что у меня четыре товара. Но это сейчас, когда присмотришься. Да. А что такое нолик? А, не знаю. А ты знаешь, я думаю, что нолик – это отложенные товары. То есть есть вот корзина, а есть еще одна корзина, которой корзиной не является, но ты еще можешь отложить товары. Ну, в общем, мы, кажется, придумываем какие-то чудовищные понятия пользователю не очень ясные. Может, это виш-лист или тот самый тонкий намек, кто-то знает, но нолик рядом с корзиной стоит. Может, это образ покупателя, который ноль на самом деле. Ну, что, какие проблемы? Вы, наверное, узнали многие корзины, например, вот это, по-моему, это Озон. Товары есть, что с ними делать? Прямо так сходу тебе об этом не сообщается. Ну, какие в этом смысле корзины неплохие? Те, в которых содержится call-to-action, оформить заказ, заказать, где еще мы видим call-to-action, оформить заказ на софткей, это все не очень плохо. Все остальные, ну, дальше по степени ухудшения, но все еще не самые плохие варианты, товары показаны ссылкой, то есть можно догадаться, что сюда можно кликнуть. Ссылкой дальше по степени плохости, когда ссылкой обозначено само название корзина, у пользователя, конечно, есть шанс догадаться, что в эту ссылку можно кликнуть. Ну, и совсем плохими вариантами являются ваша корзина, вот эта вот Mega-C, и, наверное, вот эта корзина, которая просто информирует нас здорово, но непонятно, да, вот с этой вообще, с этой совсем все плохо, но, как прочим, плохо и с этой. Вот это, по-моему, спортмастер пресловутый, он весь у себя такой в серых тонах. Эти корзины не призывают пользователя что-то с ними совершить. И вберемся к революционной идее. Вот представь себе, что вместо вот этих вот непонятных дурацких образов была бы корзина раскрытая, ну, положим, с правой стороны страницы, прямо уже с товарами. Ну, во-первых, не было бы вопроса, что такое корзина, там я вижу то, что я добавил сразу. Ну, и второе, я вижу там аппетитные вещи, которые меня возбудили на то, чтобы я их купил, и они являются сами по себе призывом. Я хочу, чтобы они стали моими. Давайте посмотрим, что бывает с кнопкой «Купить». Это пример с украинского интернет-магазина. Вот так выглядит страница до того, как добавили в корзину, а вот так это выглядит после. Вот так это выглядит до, вот так выглядит после. Вот так выглядит до, вот так выглядит после. Постарайтесь понять, в чем разница. Еще раз. Вот так до, вот так после. Все различие, которое произошло, это вот к одному из вопросов слушателей. Может быть просто где-то наверху показывать, что что-то изменилось? Так нет, там этого не видно, потому что всего лишь добавилось один товар, по-моему, это даже по-украински не очень правильно, одна товара на сумму 630 гривен. Плохое решение. Другое, простите, где-то здесь скрылось, вот еще одно творческое отыгрывание, мы, по-моему, должны были показать раньше. Да, слайды перепутались, но это нужно было показать до перерыва. Ну, простите, раз уж такая мишанина возникла. Значит, что является кнопкой «Купить» на этой странице? Не знаю, кто что увидел, но здесь есть маленькая кнопочка «Купить», находящаяся довольно далеко от цены и описания товаров. Надо сказать, Настя, ты удивишься, эта кнопка не работает. Ты можешь обкликаться, но она ни к чему хорошему не приведет. Правильной кнопкой является вот этот зверек, который сидит на кнопке «Купить». Творчество и гениальное творчество состоит в том, что на камере регистрации движения глаз видно, что воспринимают хвостик этого животного, но кнопки «Купить» нет. То есть пользователи, вот эта картинка показывает то, что пользователь видел во время тестирования. Он видит какие-то яркие образы, например, вот очень много внимания уделяет рейтингам. Да, но хвостик вот этого геккона или хамелеона, он, конечно, как сложная визуальная фигура привлек чатый взгляд, но кнопки «Купить» человек не увидел. Не надо творчества, давайте писать о том, кнопку «Купить» делать я. Ну, хорошо, вот после такого отступления на три слайда мы снова возвращаемся к корзине. У нас есть советы по тому, что должно быть в самой корзине. Про ярлык мы уже поговорили, что он должен быть call to action, а лучше, чтобы ярлыка вообще не было. Но давайте посмотрим, что внутри. Ну, само собой разумеется, что в корзине должен быть список отобранных товаров. Ну, это было бы смешно, если бы этого не было. Бывают ли такие случаи, чтобы там не было отобранных товаров? Ну, вот я не вспомню, но, ну, так, light-версия, то есть, когда там написано только одно слово из названия товара и нет фотографий. Ну, да. Такой бывает. Сейчас мы посмотрим на такие примеры, их, слава богу, очень много. Там, где в корзине нет фотографий товаров, ну, зачем они там нужны? Человеку, он уже по своему товару хорошо, давайте ему просто бессмысленное название оставим в списке корзин. Следующее, ссылка на информацию. Которую важно знать перед покупкой. Это должно быть в корзине. Какую информацию стоит знать перед покупкой? Сколько стоит доставка? Как доставляется, в принципе, курьером или не курьером? К России или только... Возможно, ссылки на сервисные, всякие обслуживания, гарантины и так далее. Мы должны обозначить пользователю, что будет оказыван всякий суппорт и что он покупает у правильных ребят, у правильных людей покупает этот товар. Средства изменения количества товара и их удаление из корзины должны быть обязательны. Человек, мы знаем такой феномен активного пользователя, большинство кликов, которые совершают пользователи, ошибочные. Потому что, если есть ссылка, то человек часто в нее кликает, не подумав, к чему она ведет. Этот принцип, этот феномен означает то, что в корзине будут оказываться товары, которые человек добавил туда случайно. Нужно дать ему возможность их удалить, потому что, если мы ее не дадим, и он добавил в корзину и хорошие, и случайные товары, то, естественно, он не будет покупать. В таком сочетании вообще ничего не купит. Должна быть ясная навигация, кнопка, например, как продолжить оформление товара или начать его. И, соответственно, возникают вопросы со ссылкой, вот покуда у нас корзина – это отдельная страница, возникают дополнительные, на самом деле, дурные вопросы. То есть, нужно давать ссылку продолжить покупки. Если он еще не готов к оформлению товара, что-то хочет докупить еще, да, оно должно быть понятно, куда оно ведет. Есть варианты. Ты бы куда послала продолжать покупки? Только что сказала, в каталог. Да. На главную страницу каталога? Нет. Если бы это был всплывающий дифф, как мы говорили, то остаться в том же разделе. Может быть, и на той же карточке товара, а в разделе, где этот товар находится. Многие посылают на главную страницу. Да, да, да. Значит, можно посылать на главную страницу, можно посылать на тот же товар, с которого ушли. Тогда пользователи точно будут его покупать дважды, что вряд ли соответствует их намерениям. Можно их отправлять на рубрику того товара, который только что добавили в корзину. Думая, что раз он купил рубашку, то, наверное, он мог бы еще какую-нибудь рубашечку подкупить. Все варианты плохие, честно говоря. Все варианты какие-то ущербные. Потому что... И поэтому я бы работал над тем, чтобы вообще не было потребности добавлять такую ссылку, продолжить покупки. Ну, хорошо. Лучше стараться интегрировать корзину. Вау! Ха-ха! Здесь прямо написано. А ты говоришь революцион. Это лучшая практика, над которой стоит активно поработать. Лучше бы она была интегрирована со всеми страницами. Давай посмотрим иллюстрации к тому, о чем мы только что поговорили. Ну, этот пример такой гениальный нашла. Что в нем не так? А как удалить вообще какой-нибудь товар? Я знаю одну секретную кнопку. Она находится в правом верхнем углу браузера. На ней изображен крестик. Я думаю, что если на этот крестик нажать, то товар исчезнет. Да, причем еще не факт, что я нажала на ссылку вполне осознанно, потому что там... Это интернет-магазин мебели. И товары там представлены схемами. То есть, может быть, я выбрала шкаф не той ширины. А мне сейчас... Это мало того, чтобы никак не посмотреть и не узнать. В общем, да. Здесь гениально повторяются зато названия цвета. Видишь, Ванкувер охорн светлый, Ванкувер охорн светлый. Наверное, как Стив Балмер, который герой сегодняшних цитат, когда он говорит девелопер, девелопер, девелопер. Но он это делает для усиления эмоционального эффекта. Здесь это явно лишнее. Пример корзины с товарами. Что здесь в порядке? Это старая страница с Комуса. Как он выглядит? Какие здесь проблемы есть? Кнопка «Оформить заказ» конечно выделяется. Если я на нее покажу пальцем. Потому что вообще-то внимание пользователя сразу привлекает список. Он смотрит на эти элементы и потом он соскальзывает на кнопки, которые находятся под ней. Среди них кнопок «Продолжить оформление заказа» нет. Поэтому есть вероятность, что вот эта кнопка будет воспринята как заголовок этой страницы. Правда? То есть явно она стоит не на своем месте, она должна быть здесь. Но то, ради чего приведен этот слайд, это показать, что варианты решения удаления товара из корзины. Вот чтобы удалить какой-то товар из корзины, нужно выполнить сложное действие. Нужно поставить, например, я хочу удалить компьютерный столб, коих у меня два. Ты видишь? Один каштановый, другой ореховый. Я подумал и решаю пользу каштана. Значит, каштан хочу оставить, а ореховый хочу удалить. Я должен нажать на этот чекбокс, а потом, как ты думаешь, что сделать? Нельзя просто. Удалить выбранные строки. Да? Не трещит. Ну вот, видишь, возникают варианты. На самом деле, да, как будто бы удалить выбранные строки, и ты совершенно закономерно запуталась. О, снизу есть инструкция, давайте ее почитаем. Пользователь ее не читает никогда. Если ваша корзина, ну, если вы хотите, вот смотрите пункт, если вы хотите удалить лишние, лишь некоторые товары, бам-бам-бам, а как-то очистить все, очистить все, прекрасная кнопка, да? Вот она. Ну, в общем, есть решение, значительно проще для пользователя, это просто поставить эти крестики напротив пункта. Другой пример. Ну, ты сейчас прочитала зеленую надпись внизу экрана, и поэтому знаешь, про что этот пример. У нас очень много однообразных кнопок. Принять, на грудь, наверное, принять. Кого принять? Ты думаешь, кого принять? Я же прочитала заголовок, но... Активация купона, да? Так что принять? Номер купона. Номер купона принять. От кого ты его должна принять? Они должны принять. Они должны? А, то есть ты им повелеваешь. Принять номер моей... Ну, хорошо. Наверное, не очень плохо. А продолжить подбор кто должен продолжать? Ты или они? Я. Ты. То есть это не команда интернет-магазина, это тебе команда. Продолжить отбор. Ну, хорошо. Продолжить подбор. А что такое подбор? Здесь тоже не очень понятно. Это как раз та самая кнопка продолжить покупки. Потом у нас есть кнопка пересчитать стоимость заказа. Это знаешь, что означает? Ну, вот ты получила финальную стоимость 5175, она тебя не устраивает. У тебя есть, как в лотерее, возможность запустить шарабан и сказать, пересчитайте мне стоимость заказа. Ну, конечно, я сейчас утрирую, и, возможно, кого-то уже стало раздражать своими шутками, но он явно разговаривает очень странным языком с нами. Ну, так вот, ключевая кнопка «Оформить заказ» находится в жесткой конкуренции с оформленными таким же образом кнопками. Она является здесь главной. Она должна быть заметной и понятной. Ну, вот пример. Откуда ты думаешь? Узнаешь этот интернет-магазин? Озон. Озон, правильно. Эта форма не менялась, по-моему, лет 10. 10 нет, Озон столько не существует, наверное. Сколько Озону лет? Лет 10. Лет 10. Недавно исполнилось. А, да-да-да, недавно была акция, они всех заспамили, что им исполнилось 10 лет. Да. Ну, так вот, эта форма не менялась, по-моему, со дня основания. А, почему, трудно сказать, но Озон много денег зарабатывает, и поэтому это является оправданием тому, чтобы не менять некоторые интерфейсы. Ну, зачем менять то, что и так работает? Проблема в том, что много повторяющихся кнопок. Оформить заказ теперь, как кажется, пропустить невозможно. Раз, два, три. Что? Это предварительный. Это предварительный заказ, который предлагается оформить или не оформить, или что? Я не понимаю концепцию. Ты не понимаешь концепцию. Ну, кнопок слишком много, на крокую нажать непонятно, слишком много форм. На самом деле, тот товар, который меня интересовал, находится здесь, но дальше что-то такое происходит, что я... Пользователь теряется. Теряется пользователь? Нет, ну, факт в том, что действительно, кнопок слишком много, и, в общем, обычно люди в этот момент спешат. И то, что я не понимаю концепцию, ровно потому, что я никогда не уделяла времени просмотру нервной части таблицы. Меня интересует только верхняя. Слушай, я сейчас начал читать надписи и прочитал гениальную подсказку. Для того, чтобы начать оформление заказа, нажмите на кнопку «Оформить заказ». На какую из трех? На любую. В принципе, на любую. Но пользователь должен крепко задуматься, правда, какая лучшая кнопка. Есть шутка, это старая компьютерная, помнишь, в досовских программах иногда задавался вопрос. To continue press any key. Для продолжения нажмите на любую клавишу. Пользователь, некоторые, особенно начинающие, спрашивали, а какая кнопка любая? Все-таки на какую кнопку нажать? Лучше все-таки пользователя концентрировать и фокусировать на одну кнопку, которую он заметит и начнет с этим работать. Вот пример сайта, по-моему, Эльдорад. Мне что-то так кажется, что это Эльдорад. В целом все неплохо. То есть можно а. удалить, можно б. отложить. К чему это приведет, пока не очень понятно. Есть возможность получить кредит в банке, для тех, кто не готов заплатить сразу. Но кажется, что по этой линии дальше смотреть не будут. Почему? Потому что кнопка «оформить заказ» яркая, какой ей нужно быть. И она привлекает внимание. За ней жизни нет. То есть глаза пользователя обычно за ниже ключевой кнопки не опускаются, если для него действительно важная вещь. Так вот, отложенные товары – это дополнительное отделение корзины, наверное. То есть если ты не хочешь, наверное, покупать сейчас, так не удаляй, отложи. Потом придешь в интернет-магазин и увидишь вот в этом списке свои отложенные товары. Тебе нравится эта концепция? Как ты думаешь, пользователи разбираются с ней? Ну, разбираются в Озоне. Я знаю нескольких людей, которые этим пользуются. Почему активно? Сотрудники Озона? Нет. Ты уже сказала в Озоне. Сотрудники нашей компании активно пользуются кнопкой «отложить». Ну, хорошо. Я нет. Я этим не пользуюсь. Понятно. Вот пример интернет-магазина. Пресловутый, упоминаемый сегодня много раз – «Лабиринтшоп». Значит, особенность такая. Что произойдет, если удалить все… Если я нажму на «очистить корзину», что произойдет дальше? Произойдет… Вот возникнет экран, который мы видим на фоне. Мне сообщат. Ваша корзина пуста. Это хорошо или плохо? Ты не знаешь, ты пожимаешь плечами. У нас же было требование, чтобы корзина никогда не была пустой. Если она пустая, то там должны содержаться призывы к тому, что нужно делать. Да, конечно. Иначе получается странный эффект. То есть, на самом деле, опустошение корзины происходит в нескольких ситуациях, и все они должны корректно отрабатываться. Первое. То есть, ту корзину можно встретить, когда ты прямиком пошла в корзину. Да? Да. Второе. Когда ты взяла и очистила ее содержимое, удалила все товары. Третье. Ты только что оформила заказ, не поняла, оформился он или не оформился, метнулась в корзину, а там тебе пишут на пустую. То есть, получается, что должно быть сообщение о том, что произошло. Правильно. Помимо того, что у нас в корзину тут. И если это удаление всех товаров, то... Да, и дальше, если он удалил все товары, нужно его вернуть в покупательскую активность. Чтобы подобрать нужные вам товары, отправляйтесь в каталог и выбирайте, или воспользуйтесь рекомендациями нашего магазина. Пример, который мы, кстати, упоминали, это спортмастер. Три формы, которые я упоминал в вопросах и ответах, когда Давлет спрашивал, можно ли заказать как гость. Вот здесь вот это называется «Я заказываю впервые». Нет? Да. Я заказываю впервые. У меня есть быстрая и медленная форма оформления. Быстрая и полная. Ты какую выбираешь? Быстрая или полная? Быстрая. А зачем тебе тогда нужна полная? Ну, это нужно, опять же, в случае, если я собираюсь быть постоянной. Покупателем этого интернет-магазина. Ты этого не можешь знать. Со мной это не случилось даже на озоне. Да. Но ты этого не можешь знать в момент, когда ты совершаешь покупку первую. Поэтому эти варианты нужно, это я такую корявую нарисовал фигурную скобку, эти варианты нужно сложить. То есть сделать так, чтобы он шел по форме быстрого оформления заказа, а потом мог произвести дополнительные действия. Ну, так вот, пример, на самом деле, не ради этого приведен, а ради второго экрана, который возникает при удалении корзины. Чтобы купить что-то ненужное, нужно сперва продать что-то ненужное. Чтобы оформить заказ, надо положить что-нибудь в корзину. Откуда положить эту корзину, из этого сообщения не очень понятно. Но сообщение о том, что корзина пуста. Ну, вот еще один пример, корзина пуста, который тоже ни к чему не мотивирует. Давайте пойдемте дальше. Вот довольно интересное по-своему решение, это корзина Евросети, сайта Евросеть. Сайт делала студия Артемия Региди. Значит, здесь несколько вещей, которые мы упоминали. Помнишь, мы говорили, что должна быть стоимость, и должна быть ясно представлена валюта. Мы знаем, что Артемий Лебедев еще тот революционер, и он сейчас назидает и вводит новый символ российского рубля. Это вот эта вот буковка «Р», которая перечеркивает. У тебя какие ассоциации она вызывает? Артемий Лебедев. А, yes. А у меня, когда я первый раз его видел, мне показалось, что кодировка на сайте поехала, и стали выскакивать какие-то спецсимволы. Наверное, так будет до тех пор, пока все в этой стране не поймут, наконец, что доллар мы обозначаем вот таким червячком. Иногда с двумя линиями фунт стерлинга так? Нет. Фунт стерлинга вот так изображается, а иена у нас изображается вот так. Вот когда все начнут отличать эти знаки, и рубль наш займет достойное место, вот такой православный рубль с крестом, то тогда, конечно же, не понадобится никакого пояснения. Но сейчас бы я все-таки советовал писать, что это рубли, а не украинские гривны. Так вот, что хорошего? Помните, я говорил о том, что сложное действие – выделить элемент, а потом его удалить. Здесь можно удалять, просто нажимая на этот крестик. Крестик не самый очевидный, но он срабатывает. И что интересно, что когда ты удаляешь, есть возможность, он становится сереньким, вся плашка. И это позволяет тебе отказаться от того действия, который ты уже совершил. Если ты удалила случайно, то есть еще шанс восстановить. Это неплохое решение. Еще одно супердостоинство этой страницы, за что можно протрубить фанфары дизайнерам этого сайта, то, что изображение товара присутствует также и в корзине. До сих пор мы смотрели. Давайте полистаем предыдущие слайды. Здесь есть изображение товара. Я покупаю Toshibu Satellite, это ноутбук или Dell 500. Здесь я покупаю что? Вот ты знаешь, что это за Кетлеровский 76-60, Гольф и так далее. Знаете, на самом деле в чем психологическая уловка? Удалить такую строчку из корзины психологически просто, потому что я удаляю из своей корзины абракадабру. А удалить телефон, который только что я принимал по нему решение, я вижу его, удалить психологически сложнее. Правда? Ты не думал об этом никогда. Так давай подумай и прокомментируй. Ну согласись, так выглядит лучше корзина или вот так? На всяком случае, когда абракадабра, это вызывает больше замешательства. И вообще непонимание, а может быть я добавил два товара одинаковые случайно? Сложно очень понять. Я бы улучшил эту страницу корзины. Знаешь чем? Ну вот, например, рубль повторенный, цена повторена еще раз здесь. И здесь, а, да нет, я знаю почему так. Потому что можно количество товаров поставить двойку, например, и тогда эта стоимость пересчитается. Но лучше тогда все-таки это выстроить в линию. А вот свободное место, которое есть под этим телефоном, вот здесь поставить тот самый текст, который мы мотивировали клиента купить этот товар. Помнишь, мы в самом начале наших вебинаров говорили о том, что должна быть надпись достаточно лаконичная, которая служит одной цели. Она говорит о том, что цена справедливая. И в ней должны быть те самые слова, за что этот товар стоит любить. И тогда вероятность того, что ты удалишь товар из корзины, снижается еще больше. То есть первый удар по удалению мы нанесли тем, что разместили изображение товара, внятное название и вот этот мотивирующий текст. А что здесь? Это, по-моему, твой пример? Нет. Не твой пример? Тогда я его буду комментировать сам. Ну, смотрите. Что-то вот проблемное вот с этим разделом. Как ты думаешь, что это такое? Ну, скорее всего, удалить. Одна из этих кнопочек приведет к этому действию. Какая? Не знаю. Я тебе скажу, что ты вот, похоже, я сейчас тебя обижу, ты, похоже, плохо видишь, а здесь вообще-то нарисован американский мусорный бачок. Как же ты не догадалась, что это американский мусорный бачок, у которого снята крышка и заботливо приставлено к нему рядом. Ну, смысл клоунады в том, что зачем мы дурачим пользователя. Ну, ладно, с этим я тебе сказал, это мусорный бачок. А вот это что такое? Я только вижу. Не, может, ты такой даже просто потрясешься. Что? Я не знаю. У меня нет вариантов. А возможно, что это пересчитать стоимость, я не знаю. Ну, да, здесь нет пересчета стоимости. Это, скорее всего, знаешь, что? Ты меняешь цифру, например, добавляешь нолик, потом нажимаешь на эту кнопку, и вот эта цена пересчитывается. Я так думаю. Что такое дурочки на бумажке? Да, наверное. Непонятно, что такое. При этом, смотрите, есть еще одна вещь. Значит, у нас оформить заказ и продолжить первая проблема находится под более очевидной кнопкой «Отправить». Хотя, мы, конечно, можем сказать пользователю, ты что, дурак, что ли? Не видел, что здесь написано про скидку. Но я сделал действие. Я хотел купить вот этот Lacoste Illuminate Plus. Уже не помню, что это такое. Lacoste, скорее всего, футболка. Я хочу эту футболку как можно скорее. Размером 6,5. Не, наверное, все-таки не футболка. Может, перчатки? Не знаю. Ну вот, я хотел ее, и нажимаю на кнопку «Отправить». Дальше что? Она мне говорит неверный код скидки. Или такой код скидки не существует в нашей базе данных. Кнопка «Оформить» проиграла конкуренцию. Она проигрывает ее, во-первых, как Буидану Асламу. Ему говорим, то ли продолжить покупки, то ли оформить. И еще и ударили этой кнопкой. Что? На что намекаешь? Намекаю на то, что возможно нам стоит пропустить пару картин. Еще у нас просто есть несколько фаунов, которые хотелось бы показать в иллюстрации. Хорошо. Ну, давай так и сделаем, конечно. Я именно это сделаю. Сайт «Болеру.ру». Здесь что? Хорошего? То, что когда она пустая. Похоже, нажали на «Очистить». «Очистить» здесь такого нет. «Очистить» все такое нет. Есть возможность. А, здесь излишки. Вот, я вспомнил. Здесь излишки, излишние кнопки. Во-первых, можно вот таким вот образом что-то вытворять. То есть ставить эти галочки. И потом удалить, нажав вот на эту кнопку. А можно удалять каждую по отдельности. Это замусоривание корзины. Лучше бы место потратили на то, чтобы получше представить этот баланс с Йоки. Было бы получше. Ну что ж, ты хотела, чтобы мы ускорились? Мы ускорились и попали на... На телевизорках? Кот в мешке. Достаточно мало. Достаточно мало, потому что люди были не готовы. Они сидели и разглядывали. Давай тоже открою тот список, который ты смотришь, потому что... Подожди, у тебя плохо слышно. Нет. Просто один из пользователей сказал, что он пользуется карзиной. Существует функция отложить в Озоне. Я просто покупаю книжки в обычных книжных магазинах. Физически смотрю и христаю. Поэтому не пользуюсь Озоном так часто, как многие мои коллеги, которые так и делают. А когда несколько раз я покупала именно в Озоне, мне было нужно купить эти книжки очень быстро. И я не обратила внимание на этот фунт. Тогда нужно, наверное, просто повысить понятность, улучшить понятность функции отложить. Потому что куда я это откладываю, не очень ясно. Мне, как пользователю, который... Ну, моему типу пользователей, эта функция, в принципе, пока не нужна. Пока я еще не стала так резидентом Озона. Я там эпизодически... Вопросов нет. Я думаю, стоит перейти дальше. И все вопросы, которые есть в покажении, задайте в конце. Ну, вот здесь все-таки... Нет, есть вопросы именно из СПБ-софтверхау, просто со ссылкой. То есть мы сказали себе, что ссылки мы... Сергей, мы получили Ваш вопрос про кросс-продажи. Мы будем, поскольку в нем содержится ссылка, мы чуть-чуть позже начнем отрабатывать эти вопросы. Хорошо. Тогда поехали дальше. У нас где-то остается полчаса, за которые мы должны завершить оформление заказа и перейти к примерам. То есть к примерам, которые нам присылают слушатели. Ну что ж...